Привет, друзья! С вами Денис Семенихин и в этом блоге мы продолжаем обсуждать все законы и правила питания для достижения отличной физической формы. Я почти каждый раз говорю эти слова и все время чувствую груз моральной ответственности. Но в действительности, друзья, я просто делюсь с вами своей практикой, делюсь теми вещами, которые я понял относительно своего собственного организма, каким образом нужно питаться для того, чтобы поддерживать хорошую или достаточно хорошую физическую форму. Итак, сегодня мы будем говорить с вами о воде. Казалось бы, такой простой компонент, тем не менее, самый важный компонент не только на нашей планете, но и для человеческого организма, и тем более для организма тренирующегося и испытывающего нагрузки. И также я поделюсь с вами одним блюдом, которое я лично с детства очень люблю и до сих пор оно продолжает радовать меня. Я считаю, это блюдо деликатесом, так что поехали. Итак, вода. Вы прекрасно знаете, что 70% поверхности нашей планеты покрыта водой. Удивительно, что и практически 70% тела человека тоже состоит из воды. Естественно, чем активнее та или иная ткань человеческого тела, тем больше процентное содержание в ней воды. Естественно, мозг, как наиболее активная часть тела человека, по крайней мере, большинство людей хочется верить, состоит практически на 85% из воды. Мышцы приближаются к этому параметру, так как ткань исключительно активная. Соответственно, друзья, как только организм спортсмена или того человека, который активно тренируется, оказывается обезвоженным, все процессы, связанные с энергообразованием, восстановлением мышц и как таковой работоспособностью, естественно, снижаются. И человек не может выполнять и справляться с нагрузкой на высоком уровне. Поэтому каковы нормы потребления воды и о чем никогда нельзя забывать. Итак, золотое правило по потреблению воды. Это 1 литр на 30 килограммов веса тела, либо 1 литр на 1 тысячу калорий. Теперь, ребят, посмотрите, сколько здесь возможных допусков. Первое. Температурный режим должен быть совершенно стабилен. То есть, человеку ни жарко, ни холодно, всегда комфортно. Во-вторых, человек не сидит на диете, что, естественно, варьирует калорийность. И тем самым прием жидкости не может быть привязан к калорийности. Но к весу тела суммарное количество жидкости привязано может быть. Но, друзья, всегда делайте коррекцию на температурную среду. То есть, если это лето, соответственно, потребности в жидкости увеличиваются. Если вы тренируетесь в жарком пространстве, а не в тренажерном зале, где температура там 15 градусов, то, естественно, вы расходуете больше жидкости. Жидкость вымывается, соли вымываются. Вам нужно постоянно восполнять потери. Таким образом, возвращаемся. Литр на 30 килограммов веса тела. То есть, если я вешу 103-104 килограмма, значит, мне нужно выпивать порядка трех с лишним литров воды. Дальше. Что мы можем сказать о других жидкостях, таких как чай, кофе, который пьют практически все, соки и так далее, да, сладкие напитки. Чай и кофе всегда содержит кофеин. Если мы не говорим, конечно, о тех сортах, так называемые декофенированные. Значит, кофеин это сильнейший диуретик, то есть, выводит воду из организма. Есть еще одно золотое правило, друзья. На определенное количество чая или кофе выпивать эквивалентное количество воды, чтобы компенсировать те потери жидкости, которые произойдут из-за того, что вы выпили этот чай или кофе. То есть, выпили чашку чая, выпили чашку воды и условно вышли в ноль. То есть, это не то, что вы уже, да, там, к своим этим трем литрам или к двум литрам приближаетесь. Это вы лишь компенсировали чай и кофе. Дальше, если говорить о всевозможных соках, то есть, напитках с высоким содержанием фруктозы. Где-то на 100 миллилитров там содержится порядка 12, иногда даже до 15 граммов. Эти напитки организм, естественно, не воспринимает как воду, потому что эту фруктозу нужно использовать, нужно утилизировать. То есть, это частично пища, это не совсем жидкость. Ребят, соответственно, тоже корректируйте. Не думайте, что там 250 миллиграмм сока, это 250 миллиграммов воды. Итак, предлагаю начать готовить то самое диковинное блюдо, которое я вам обещал. И мы действительно разберем процентный состав тех или иных компонентов. Мы подумаем, для чего это может служить. Но главное, что это вкусно, ребят. То есть, это радует. Все. Морковку рубим, как обычно. Раз. Теперь два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Так, это у нас было с вами полкило моркови. И эти полкило моркови мы теперь кладем на тарелку. Ну, вы уже, конечно, догадались, что это будет. Правильно? Так, полкило моркови. Дальше. Сметана. 200 миллилитров 10% сметаны. То есть, у нас здесь 20 граммов жиров. Попали сюда. Я все это перемешиваю. Это лучше, чем десерт. Это лучше, чем пирожки. Это лучше, чем... Я бы даже сказал, что это лучше, чем энергетические напитки. Я предлагаю положить сюда одну столовую ложку. То есть, где-то 10 граммов. 10 граммов сахара. Соответственно, 10 граммов простых углеводов сюда попало. Просто для вкуса. Вот и все. Вот такое вот блюдо. Ну, а я налью себе кофеиносодержащий чай. При этом не забуду компенсировать это количество адекватным количеством воды. Но вам, друзья, хочу сказать спасибо за те комментарии, которые вы пишете. Дело в том, что в этом блоге я с вами не просто обучаю вас кулинарии, потому что я никакой кулинар. Но я делюсь с вами практикой. То есть, я рассказываю о том, каким образом я тренируюсь и питаюсь. О тренировках, естественно, мы говорим в блоге Суперфитнес. О питании мы говорим здесь. Вы, в свою очередь, пишите свои комментарии и делитесь своими идеями и своими советами. Все остальные читают ваши рецепты и тем самым мы обмениваемся идеями. Вот таким образом я и вижу себе дальше в существовании жизни этого блога. Так что вам огромное спасибо за вклад, друзья. Тренируйтесь и удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!